Модная линия Но Мисс Россия все же не народная артистка, поэтому, чтобы оставить интеллектуальный пафос, дадим к победе просто слово, опустив вопросы модной линии. Иногда, ибо они те же самые вот уже несколько тысяч лет. Есть ли какие-то слова, которые вы всегда говорите сама себе, выходя на подиум? Вы знаете, это такая гамма чувства и ощущений, что не всегда остаётся место словам. Есть чувства и эмоции. Это гораздо важнее, чем слова. Вас сегодня задарили подарками. Скажите, ну понятно, что это приятно. Да, это приятно. Есть подарок, о котором вы мечтаете, но до сих пор ещё его не заполучили? Самый мой главный подарок — видеть родных и близких здоровыми, весёлыми и счастливыми. Всё материальное — это не главное. Как вы справляетесь с перегрузками? Пытаюсь с ним справляться, пока получается. Не знаю, надолго ли хватит, но верю в себя. Надо, знаете, ко всему нужно относиться с долей чувства юмора. Жизнь завтра не заканчивается, и всё, что происходит, — это прекрасная сказка, игра, но это не смысл жизни. Поэтому главное — верить в себя и не терять чувство юмора. Скажите, пожалуйста, кто у кого просил автограф? Анастасия Волочкова у вас или вы у неё? Ну, я не буду такие громкие слова говорить, но мы с ней познакомились, пообщались, сфотографировались, и она произвела на меня достаточно хорошее впечатление. Тысячи девочек смотрят программу «Модная линия», думая, что они тоже имеют шанс быть. Скажите им свои слова. Я хочу сказать, что все должны верить в себя, и ко всему нужно относиться с маленькой долей иронии. Это чистая правда. Чувства юмора, улыбки и уверенность в себе вам помогут. Виктория собирается заняться социально полезной работой. И ещё она примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Предложений сейчас много. Париж, вторая родина Донского казачества, предлагает работу в престижном модельном агентстве. Paramount Pictures предлагает кинопробы. Скорее всего, она выберет второе, поскольку считает, что не дело «Мисс России» просто ходить по подиуму, хотя и за немалые деньги. Всё же перспектива стать кинозвездой более достойна для королевы красоты. Смотрите программу «Модная линия». «Модная линия» рискует и появляется рядом с самой красивой девушкой страны. Рискуйте и вы. Сначала тройную W.donter.ru, затем moda.donter.ru. Проявляйтесь. За сто лет прошедших с тех пор, как Коко Шанель изобрела понятие «деловой стиль», мир неузнаваемо изменился. С тех пор, как укрепилось понятие «бизнес-леди», эти самые бизнес-леди не раз уже были уличены в воровстве. Они украли из мужских гардеробов всё только то, что можно было украсть – пиджаки и брюки, строгую чёрную обувь и даже портфели, не говоря уже о галстуках. Понятие «женский деловой костюм» ввела незабвенная Коко Шанель, единым розчерком дизайнерского пера, избавив женщин от корсетов, многослойных юбок и бесчисленных рюшечек-валанчиков, в которых не только работать, жить-то было сложно. За основу универсальных доспехов «бизнес-леди» Шанель взяла классический английский костюм с узкими лацканами, жёсткой линией плеча и прямой юбкой ниже колен. Одевшись таким образом, вы и сегодня не рискуете выглядеть неуместно в деловой среде. Что такое сегодня деловая женщина? Деловая женщина может быть многоликой и разной. Поэтому костюм деловой женщины должен обеспечивать ей комфортность, и при этом она должна прекрасно выглядеть. Однако нужно признать, что бизнес-униформа первого этапа накопления капитала слишком уж консервативна, ведь ей скоро стогнет сто лет. А если одежда, в которой вы ходите всю неделю, не даёт вам ощущения комфорта и собственной привлекательности, то послушайте любовь Полишину. Этот костюм хорош как во время рабочего дня, его можно использовать также и для неформальных вечеринок. Ну, особенность этого костюма, что здесь не пуговицы, а крючки. Это совершенно новая такая тема сейчас в одежде. Причём это используется не только в пиджаках, но и в рубашках, и в брюках. Современная бизнес-леди не хочет быть сухой, такой деловой женщиной формальной, которая была даже 10, 20, 15 лет назад. Она совершенно другая сейчас. И несмотря на то, что я, уходя утром, потрачу немножко больше времени на эти застёжки, но зато я буду себя чувствовать, что я современная, модная и женственная. Деловой костюм может быть как с брюками, так и с юбкой. Юбка предпочтительнее длины до колен, чуть выше или чуть ниже, или середины колена. Это так называемая длина Шанель. Для деловых женщин, которые сейчас имеют, как правило, очень хорошие внешние виды фигуры, и следят за собой, это предпочтительная длина. Современная женщина, она очень рискованна. Она может в одну минуту и должна, и может принимать какие-то решения. Поэтому традиционное понятие о том, что надо под белый батник одевать белое бельё, совершенно устарело в наше время. И стильная, решительная женщина может одевать контрастное бельё под белую рубашку. Это не выглядит дурным тоном. Я считаю, что маленькое чёрное платье, оно называется коктейльное платье. Оно обязательно должно присутствовать в гардеробе деловой женщины. Оно может обыграться в разных видах. Оно может быть в виде сарафанчика, может быть длина разная, чуть длиннее, чуть короче. Но маленькое чёрное платье, это обязательно должно быть... А цвет обязательно чёрный? Обязательно. Чёрное маленькое платье, это так оно и называют. Женщины, которые не могут менять костюмы каждый день, в состоянии менять рубашки, блузки, свитера. И этим дополнять свой костюм и разнообразить свой гардероб. Но неизменным в деловом современном костюме остаётся только колготки. Пожалуйста, никогда не забывайте об этом. С тех пор, как Коко Шанель изобрела понятие «деловой стиль», мир неузнаваемо изменился. Изменяйтесь и вы. Это как раз тот случай, когда риск оправдан. До свидания. С вами была программа «Модная линия». Субтитры создавал DimaTorzok